Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему мужчина агрессивен к девочке, которая его очень сильно сексуально влечёт и к которой он хочет? Вместо того, чтобы прийти к ней спокойно, нормально пообщаться или пригласить куда-то, он проявляет агрессию, общается агрессивно и с раздражением, как будто говорит колкие слова, чтобы её задеть. Подходит к ней сам постоянно, потом сам же её и посылает, говорит, больше ко мне не подходи. Но она не подходила к нему вообще, почему он так себя ведёт. Ну, Челлиц там по себе очень сдержанный и спокойный, но в присутствии девочка начинает вести себя грубо с ней. Ну, если речь идёт о вас, то немного странно, почему вы говорите о себе в третьем лице. Такое ощущение, что вы как будто бы отстраняетесь от того, что с вами происходит. Вы как будто бы дистанцируетесь от того, что с вами происходит. И вы как будто бы, ну, в какой-то степени, да, получается, что вы, ну, обезличиваетесь, что ли. А вот опыт, обезличивайте опыт, который у вас есть. Само собой, что опыт это негативный, это, это понятно, что это негативный опыт, но тем не менее. То есть, это первое, на что нужно обратить внимание. Второе, на что хочется обратить внимание, это то, что, так как вы описываете, так как вы это описываете, то, что вы описываете, свидетельствует о страхе близости. То есть, человек как будто бы боится, боится сближаться. Боится, 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 ну, проявления, проявления, боится своих чувств, боится проявлять свои эмоции. Вот. Такое, по крайней мере, у меня возникло ощущение. Вот. Довольно часто встречается подобное явление у мужчин. Что такое агрессия? Да? Агрессия – это страх. То есть, агрессия возникает тогда, когда человек испытывает страх, когда человек боится. Когда он чувствует угрозу. Соответственно, проявление эмоций, проявление эмоциональности, само собой, это угроза. И человек в этой угрозе чувствует, что теряет контроль. Агрессия же создает ощущение, что этот контроль у человека присутствует. Агрессия позволяет создать видимость этого самого контроля. И вследствие этого мужчина ее использует. Я уже молчу на самом деле о том, что... Агрессия – это один из самых, я бы сказал, легких способов сублимировать сексуальное желание. Агрессия – это один из самых легких способов. Потому что агрессия находится по своему, так скажем, оттенку. Вот. Она находится ближе всего к сексуальному желанию. Вот. То есть, при определенном, так скажем, психоэмоциональном состоянии, довольно легко переключиться с возбуждения, сексуального возбуждения на, собственно, агрессию. И наоборот. Хотя, наоборот, происходит куда реже. Вот как-то так это работает, к сожалению. Нравится нам это или нет. Нравится вам это или нет. Но это так. Поэтому... Потому и ведет себя мужчина агрессивно. что обычно в какой-то другой, может быть, ситуации, человек ведет себя спокойно. А поскольку спокойно вести себя хочется далеко не всегда, поскольку спокойно можно вести себя далеко не всегда, то само собой вот возникают такие вспышки. Чем потребность сильнее, тем более она важна для человека, тем больше у человека будет агрессия. Нравится нам это, опять же, или нет. Вот такая примерно ситуация. Другой вопрос, не менее важный вопрос, заключается в том, как к этому относитесь в общем и целом вы. То есть вы принимаете, грубо говоря, то, что человек себя так ведет. Приемлемо для вас то, что человек так себя ведет. Или нет? А то вы как-то описываете себя здесь довольно пассивно. И это, конечно же, на мой взгляд, вам мешало. То есть, как вы-то на это реагируете? Как вы-то сами к этому относитесь? Ну, к тому, что происходит. Если для вас это неприемлемо, то такой человек вам не подходит. Если вас это задевает, то необходимо работать с тем, что вас задевает. А если вы принимаете мужчину таким, как он есть. Вот. Например. И вас это не задевает от слова совсем, то я думаю, что вы можете с ним в принципе выстраивать отношения. Даш, если, конечно, я повторюсь, вы принимаете его, принимаете его поведение, принимаете и, что немаловажно, понимаете то, как он себя ведет. Если же ничего такого нет, то повторюсь, вам, скорее всего, с этим человеком не по пути. Потому что, конечно же, чисто объективно, общаться с таким человеком достаточно тяжело. Довольно тяжело. Довольно тяжело. Очень тяжело. Скажем. Скажем прямо. Общаться с таким человеком трудно. И, на мой взгляд, нужно чувствовать к нему весьма сильные чувства, чтобы терпеть. И принимать то, что он по отношению к вам делает. А что, если ничего не изменится? Что, если ситуация такой и останется? Что, если он так и будет себя вести? Согласитесь. Согласитесь. В этом случае, довольно-таки неприятно получать. Поэтому вам, на мой взгляд, нужно исходить из этого. И вы пишите, что он вас хочет. Извините меня за такой вопрос. А откуда вы знаете это? Откуда вы знаете, что он вас хочет? Как вы сделали такой вывод? На чём этот вывод основывается? Смотрите. Не то, чтобы я с вами спорил. Совсем нет. Но уточнить этот момент. На мой взгляд, совершенно необходим. Потому что, ведь вполне возможно, такая история, вполне вероятно, такая история, что вы выдаёте, желаемое за действительное. Конечно, очень бы этого не хотелось. Не хотелось бы, чтобы вы разочаровывали. И именно поэтому я сейчас обо всём этом говорю. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. О. Удачи. Удачи.